Всех благ и пусть будет мир. Гибель президента Ирана и министра иностранных дел Ирана вызвать серьезные проблемы как в самом Иране, так и в нашем регионе отразиться на ситуации, связанной с Арменией. В частности, мы все помним заявление и позицию Ирана относительно мигринского коридора. Иран говорил, что это красные линии для Ирана и Иран против любых изменений подобного рода в регионе. И так, как может отразиться это на ситуации, как в самом Иране, так и в регионе. Начну с последней части вашего вопроса. Позицию, которую вы указали насчет красных линий для Ирана, эта позиция была сказана и была указана не только министром иностранных дел или президентом, но также верховным лидером Ирана Айатолла Хумени. То есть, изменений здесь не может быть. Это красные линии для верховного руководства Ирана, а не для президента или для текущего правительства. И вне зависимости от того, изменится ли президент или министром иностранных дел, эта позиция Ирана не изменится. Что насчет, могут быть ли какие-то изменения внутри Ирана или изменения в региональной политике Ирана. Вы знаете, в Исламской Республике как внешнюю, так и внутреннюю политику, в общих чертах, скажем так, по крайней мере, опять-таки обозначают духовный лидер, а не президент или министром иностранных дел. Конечно же, и президенты МИД имеют некоторую роль в этой системе, но не основополагающую. А потому, даже после столь трагического происшествия, изменений сильных, скажем так, коренных изменений во внешней политике Ирана, я не вижу, не прогнозирую. Через 50 дней в Иране будут новые президентские выборы, будет избран новый президент, который впоследствии сформирует новое правительство. Поживем, увидим. Но, опять-таки, сильных изменений я не прогнозирую. И в вопросе поддержки политики или позиции России тоже? Иранно-российские отношения с точки зрения? Я бы не сказал, что Иран как-то поддерживает Российскую Федерацию. Просто многие аналитики указывают на этот факт. Я так считаю. Иранно-российские отношения, они, в общем-то, очень похожи на турецко-российские отношения. Это cooperative competition или сотрудничество через гонку или гонка через сотрудничество, скажем так. Это не одно и то же. Это не поддержка Российской Федерации. Но и здесь Иран делает это в угоду своих интересов. Эти интересы не изменятся. Как я говорил, ни в одном из спектров внешней политики сильных или больших изменений я не предсказываю. То есть, да, обсуждается вопрос, конечно, говорят, разные версии выдвигаются, начиная от погодных условий, кончая терактом. Даже если это теракт, вы считаете, что чему-то серьезному нанести урон в политике, в большой политике, в геополитике, не нанесен урон. Процессы, они будут идти так, как шли до... Ну, урон, конечно же, нанесен. Потеря руководителя, тем более двух руководителей, она, конечно же, скажется. Это будут более оперативного характера, скажем так, изменений или потери, скажем так, для геополитики. А насчет того, теракт ли это или катастрофа, ну, насколько я понимаю, у них уже было использовано слово катастрофа. То есть, это, в общем-то, уже означает, что в некоторой степени теория теракта, она исключена. Хотя за последние 24 часа мы столько вы услышали из Исламской республики, столько противоречивых данных мы услышали из Иранской республики, что спешить с выводами, конечно же, не нужно. В целом, подождем, значит, результатов, окончательных результатов расследования. Эти результаты многое нам скажут. Если это была катастрофа, это, конечно же, одна ситуация. Если здесь было какое-то внешнее вмешательство, это, конечно же, может сильно поменять геополитическую картину. Вы знаете, что очень интересно? Да, действительно, пока еще идет расследование причин катастрофы. Но сам факт того, какие были высказаны мнения в самом Иране, было очень интересно. Да, первая реакция была, это Израиль, Израиль и Азербайджан. Потом Израиль без ведома Азербайджана, с территории Азербайджана. Без ведома Азербайджана, но с территории Азербайджана. Почему вот такие версии, они были в большинстве, в принципе? Ну, я не знаю, я не считал, были ли они в большинстве или в меньшинстве. Но таких версий... Даже если они были неверными. При любой катастрофе, это огромное количество таких версий, экспертов, мнений, оно через несколько часов уже начинает будоражить воображение общества, скажем так. Я сам лично не сторонник, знаете, вот всех этих теорий заговоров и вот космирологических каких-то мнений. Мой опыт показывает, что обычно самое простое объяснение, оно и самое верное. Плюс я бы очень не хотел, чтобы мы опять-таки вдавались в очень типичную для армянской политической мысли слабость, принимать желаемое за действительное. Я не думаю, что в Иране мнение, которое вы обозначили, оно доминирует. Нет, нет, речь идет о подозрительности. Я как раз говорю, может быть, это совершенно не имеет никакого отношения с тем, что действительно произошло. Ну, как я сказал, посмотрим на данные следствия. Итак, Армения и Азербайджан считают серьезным достижением начала процесса делимитации границ. Ряд политических сил Армении считают наоборот, что Азербайджан захватывает или берет стратегические высоты, которые потом, в последующей войне. А то, что Азербайджан настроен пойти, начать военную агрессию против Армении, как бы считается, что так и должно быть. А Азербайджан действительно в планах Азербайджана военной агрессии. И сейчас стратегические высоты захватывает Азербайджан, и что это далеко не достижение. Ну, начну, пожалуй, с термина, которое было использовано. Это не ваш термин, конечно, это очень часто оппозиция используется, термин «стратегические высоты». У меня такое впечатление, что люди, которые используют этот термин, не вполне понимают значение этого термина. Знаете, кроме стратегических высот, есть такое понятие «тактические высоты», есть такое понятие «оперативная высота». Такое впечатление, что, по мнению этих людей, все позиции на армяно-азербайджанской границе, которые сейчас делимитируются и демаркируются, все эти высоты, они стратегические, по их мнению. Ну, так, конечно, не бывает. Второе. Я считаю, что сильно переоценено во внучеполитическом поле Армении понятие вот этих позиций, роль этих позиций. Вы знаете, в 1922 году, когда Азербайджан напал на восточную границу Армении в окрестностях, например, Джорьмука, средняя жизнь такой позиции, боев, скажем так, за такую позицию, это было 30 минут. То есть мы сейчас говорим вот про эти 30 минут. Но немного изменилось с 1922 года, скажем так, по крайней мере. И вот сейчас всерьез говорить о том, что весь этот процесс был из-за того, чтобы разницы в эти 30 минут, ее больше не было, ну, по-моему, это несерьезно. Это второй момент. Третий момент. Чтобы понять, это победа или нет, нужно анализировать и обращать внимание на весь контекст этого вопроса. Вопрос четырех сел, он не новый. Еще в 1920 году, во время подписания заявления от 9-го и 10-го ноября, там была утренняя версия этого документа, скажем так. В утренней версии этого документа был пункт про передачу Азербайджана тех четырех сел. То есть еще в 1920 году это условие со стороны Азербайджана было, и это условие было безвозмездным. То есть в обмен ни на что. Это было просто требование, которое должно было быть исполнено. За последние четыре года это требование, конечно же, никуда не делось, но вследствие объективных, субъективных факторов, вследствие работы, оно переформировалось в процесс делимитации и демаркации. То есть сам по себе факт того, что изначально Азербайджан требовал эти четыре деревни безвозмездно, а впоследствии получил в процессе делимитации и демаркации, сам по себе этот факт уже довольно-таки красноречивый. Второй элемент, нужно учитывать альтернативы. Какая была альтернатива делимитации и демаркации? И началу делимитации и демаркации в этом участке границы. Я имею в виду четыре сел. Первая альтернатива это передача Азербайджана у этих четырех сил безвозмездно, как я уже говорил. Это будет 2020 год и заявление от 9 до 10 ноября. И вторая альтернатива это боевые действия. Как показали боевые действия 21-22 годах, боевые действия эти заканчиваются обычно тем, что Азербайджан оккупирует больше территорий, чем, согласно той или иной карте, должен был получить Азербайджан. Из всех этих альтернатив, по-моему, то, что имело место быть, она самая лучшая. И, наконец, самая последняя, уже в более такой среднесрочной перспективе. Вы знаете, я не считаю данным, скажем так, то мнение, данным как факт, я имею в виду, то мнение, что обязательно то, что хорошо для Азербайджана, плохо для Армении, или то, что хорошо для Армении, плохо для Азербайджана. Во-первых, я это не считаю данным фактом, потому что так просто не бывает в природе. Все войны рано или поздно заканчиваются, все столкновения, все несогласия, рано или поздно их преодолевают. И не существует в природе такого понятия, как, например, говорил Роберт Кочарян, что армяне и азербайджанцы биологически несовестимы. Это чистой воды фашизм просто такое заявление. И, значит, да, в среднесрочной перспективе я не считаю, что обязательно каждый процесс, что выгоден Армении, не выгоден Азербайджану, и наоборот. И тому доказательство. Вот два последних явления в армяно-азербайджанских отношениях. Вот последний — это протокол между двумя вице-премьерами Армении и Азербайджана. И, значит, первое — это заявление между аппаратом премьер-министра и администрацией президента Азербайджана. Вот два эпизода, скажем так, когда две страны без посредников смогли договориться вдвоем, и, значит, ситуация улучшилась. Теперь, насчет мирного процесса, мирного урегулирования в целом, потому что делимитация и демаркация, в общем-то, это один из элементов мирного процесса в целом. Насколько я это понимаю, нам не хватает договора по двум пунктам, то есть договоренности не хватает по двум пунктам, чтобы подписать мирный договор. Или можем их назвать еще пакетами, скажем так, вопросом. Первый факет — это пакет делимитации и демаркации, где уже намечается кое-какой прогресс в виде протокола, подписанного двумя вице-премьерами. Я хочу напомнить, что протокол подписан на всю границу, а не на четыре села, и протокол, значит, ссылается на Алматинскую декларацию и в силу этого на последние, значит, легитимные советские карты армяно-азербайджанской границы. В скобычках, просто чтобы было четче, в протоколе указаны принципы, указаны, закреплены принципы, по которым будет продолжаться этот процесс демаркации. Я почему этот вопрос задаю? Потому что оппоненты того, что происходит, они говорят, вот, здесь мы делимитировали границу, а там, где, скажем, в районе Джермука, в районе Неркинханда, в другие районы, где Азербайджан, в принципе, по сути, наверное, обязан будет отвезти свои войска, он не отведет, потому что принципы не закреплены. Почему мне было сложно ответить на ваш вопрос? Потому что там некая двойкая ситуация. С одной стороны, ответ на ваш вопрос – да, потому что одним из принципов является основывание, на чем мы делаем делом демаркацию и демаркацию, а мы основываться будем на советские границы. Этот принцип, в общем-то, согласован на всю границу. Но одновременно с этим существуют другие элементы, которые можно так условно назвать принципами. И эти принципы должны будут быть сформированы в процессе формирования уставов обеих комиссий. Потому что уставы пока что не, значит, сформированы и не приняты в обеих сторонах. Как только вот эти два процесса закончатся, и мы увидим второй эпизод делимитации и демаркации. Кстати, сейчас очень большой вопрос, где этот эпизод будет иметь место быть? Мой следующий был вопрос, как вы думаете, но я не буду забегать вперед. Вот тогда я смогу окончательно ответить на ваш вопрос, что да, принципы, они согласованы. Сейчас, условно говоря, мы находимся в самом процессе, что ли, значит, согласования этих принципов. Поэтому мой ответ не да, не нет. Потому что сейчас есть принципы, в общем-то, или принцип, который согласован, но я бы не поспешил сказать, что, в общем-то, все согласовано. Вы очень известный и уважаемый политолог. Я извиняюсь, что я сейчас использую вот эту формулировку. Вы этими такими формулировками не оперируете. Вот та сторона, оппонирующая сторона вот этого процесса, она говорит, Азербайджан просто кинет Армению. Он собирается кинуть Армению. Мы вот здесь провели демаркацию, честно, даже противостояли, даже там какие-то проблемы были с жителями. А там, где нужно будет продолжать по тому же принципу, они нас кинут, они, в общем, не согласятся это сделать. Опять вопрос отвода азербайджанских войск. Если вы думаете, что я или кто-либо другой сможет дать карантии, что Азербайджан нет, не кинет. Естественно, таких карантий у меня для вас нет. И я не думаю, что у кого-либо есть такие карантии. Я предполагаю, что то же самое могут думать и в Азербайджане насчет Армении в каком-либо другом формате, скажем так. И вообще, понимаете, мирный процесс, это как раз процесс по созданию каких-то элементов доверия, trust building measures, по-английски есть такой термин, да, вот, меры по созданию доверительной атмосферы, скажем так. Так, естественно, нет таких карантий. А что, вы думали, что мирный процесс, в начале мирного процесса уже будут гарантии насчет продолжения этого мирного процесса? Поэтому существует понятие принципов, закрепления принципов. Так не бывает. А на этот вопрос я ответил, что мы прямо сейчас находимся в стадии закрепления этих принципов. И опять-таки, это процесс, понимаете. В самом, мы опять-таки, это довольно-таки максималистическая точка зрения, что с самого начала мы должны знать, что будет в самом конце и что из себя будет представлять весь процесс. Так не бывает в международных отношениях, тем более в таких затруднительных и таких многослойных вопросах, как армяно-азербайджанский конфликт. И в конце, по другим словам, то, что вы мне сейчас описали, можно описать как пакетное решение против поэтапного решения. То есть, то, о чем я говорю, это поэтапное решение. То есть, создание неких процедур, создание протоколов, создание принципов, процессов и так далее. То, что вы описали, то, что вот, а есть ли гарантии, что нас не кинут? То есть, изначально должны быть такие гарантии. Я понимаю, это оппоненты. Я имею в виду вторая сторона, которая... То, что вы описали. Это, в общем-то, пакетное решение. Я хочу напомнить людям, что произошло в 90-е годы, когда Армения отказалась от поэтапного решения, на которое, в общем-то, стороны были согласны. Точнее, это не Армения отказалась, это Нагорный Карабах отказался от поэтапного решения для Вонотель Петрусяна. И, значит, вот эта бредовая идея была внесена про пакетное решение. Чем это все закончилось? Нельзя повторять, по крайней мере, собственные ошибки. Вообще, конечно же, желательно учиться на ошибках других, но нужно быть клиническим идиотом, чтобы повторять собственные ошибки. Вы напомнили историю 97-го года, наверное, когда было предложено там 5 районов плюс 2 района. Взамен на переходный статус. Это Армения согласилась, Азербайджан согласился, не согласился, Карабах. И впоследствии в Армении был переворот. В Армении был переворот на почве вот этого поэтапного. Мол, земли продают. Левонтер Петрасян был вынужден подать в отставку. Да, и, значит, Серж Саксиан и Роберт Кочаан привнесли свою повестку пакетного решения. Вы считаете, что сейчас похожая, не аналогичная, но похожая ситуация, опять с пакетным и... Методологически ситуация похожая. Сейчас предлагается поэтапное решение, требуется пакетное решение. Вот со стороны людей, которых вы мне только что открытили. Тогда два вопроса. Первый, следующий этап делимитации. Где бы такой оптимальный вариант, вот где бы... Мы не знаем, где будет следующий этап, и вообще будет ли этот следующий этап. И где бы вы считаете, что хорошо было бы, что там проходило. Но до этого я другой вопрос задам. Вы отчасти ответили на этот вопрос, но я бы хотела, чтобы вы немножечко глубже. Возможно ли ситуация, вот я сказала, Армения и Азербайджан считают серьезным достижением начала процесса делимитации. Чтобы оба государства, обе эти страны, они считали, чтобы для них было достижением, действительно, и для Армении, и для Азербайджана. Какой-то формат или какой-то результат, который он удовлетворил обе стороны. В долгосрочной перспективе мир нужен и Армении, и Азербайджану. Несмотря на то, что Азербайджан сейчас сильнее, у него более сильные позиции. Я, насколько вижу в Баку, у многих нынешняя ситуация создает впечатление, что мир, он нужнее Армении. Мы можем и подождать, мол, они... Я думаю, это ошибочное мнение, это повторение, в общем-то, той же ошибки, что сделала в свое время Армения, выиграв Первую Карабахскую войну, наплевав на процесс и заморозив процесс, скажем так. Нет, в долгосрочной перспективе мир нужен и Армении, и Азербайджану. Причем он нужен вровень и Армении, и Азербайджану. Почему? Пока существует конфликт, в нашем регионе будет существовать неконтролируемое и неуравновешенное, скажем так, присутствие и влияние Российской Федерации. То есть, обе страны будут уязвимы мне? Именно. У России на Южном Кавказе есть только один союзник. Этот союзник — это конфликт. Если в Первой Карабахской войне победила Армения, и Россия была так больше близка и больше флиртовала, скажем так, с Арменией, а сейчас она флиртует больше с Азербайджаном, это не означает, что Азербайджан вдруг стал союзницей Российской Федерации. Нет, у России только один союзник — это конфликт. И Россия сделает все, что в ее силах, чтобы увековечить, скажем так, этот конфликт, чтобы продолжить этот конфликт. Хотя бы на уровне того статус-кво, который есть сейчас. А лучше, чтобы кто-нибудь из сторон что-то у другого оккупировал, желательно побольше, чтобы урегулирование конфликта выпало из колеи на десятилетие, скажем так. То есть вы считаете, опять же, на вопрос, возможно ли такая конфигурация, когда и для Армении, и для Азербайджана приемлемый вариант исхода вопроса, вы считаете, что Армения и Азербайджан в принципе могут договориться? Это не кровные враги, долг? Вы знаете, Англия и Франция сто лет между собой воевали. Я не знаю, там Швеция и Россия чуть меньше между собой воевали. У меня есть впечатление, что людям кажется, что армяно-азербайджанский конфликт, он какой-то эксклюзивный, что вот он неповторимый, не было ничего подобного, ни до, ни будет после. Нет, это один из очень многих конфликтов. В истории человечества было десяток, сотни, тысячи конфликтов. Каждый конфликт так или иначе в конце концов урегулируем. Его урегулируют в конце концов. Вы чувствуете добрую волю, если можно так, это такая формулировка есть, да, добрая воля со стороны Азербайджана? Потому что, и опять в начале нашей беседы я сказала, вот те оппоненты, которые говорят, вот делимитация, стратегические высоты захватывает Азербайджан. Почему? Потому что Азербайджан настроен на повторение, на военную агрессию против Армении. В полной мере нет. Я не чувствую добрую волю со стороны Азербайджана. Я пока что чувствую со стороны Азербайджана стремление как можно больше капитализировать вот ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. То есть урвать как можно больше от Армении, будь то в процессе делимитации и демаркации, будь то в процессе открытия коммуникаций, в любом направлении, скажем так, урвать побольше. И идти на мирные переговоры с, скажем так, как можно большим награбленным вроде. И второй элемент. Я подозреваю, что в Азербайджане есть также деятели, которые стремятся к региональному доминированию Азербайджана. Мол, Азербайджан должен стать субегемоном в нашем регионе. С Грузией по одному пути, это экономическое и финансовое сотрудничество и финансово-экономическая зависимость Грузии от Азербайджана. А с Арменией немножко по-другому, более жесткому пути, скажем так. Но в конце концов, вот такое доминирование Азербайджана. Я считаю этот проект мертворожденным, я вам честно скажу, потому что так или иначе будущее Армении и Грузии, оно в европейском, а возможно, также и в евроатлантическом, в евроатлантической интеграции. И тогда, что именно будет, над чем именно будет доминировать Азербайджан. И кроме того, я могу назвать сходу, по крайней мере, три страны, которым не понравится идея доминирования Азербайджана в этом регионе, которые не прочь сами подоминировать в этом регионе. И потому, знаете, вот этот максимализм, он ни к чему хорошему не приведет. Это тот же Иран, та же Турция. Это Турция, Иран и Россия, конечно. И Россия. Конечно, конечно. Вот этот максимализм, это шапка закидательства. Вот мы выиграли у армян, можем так же продолжить со всеми. Он ни к чему хорошему не приведет, ни для Азербайджана, ни для региона в целом. И я опасаюсь, что вот из-за этого мы можем упустить время, пока мир возможен. А мир возможен в числе многого, так же потому, что Российская Федерация, ну, мягко говоря, сейчас занята другими делами. И вернемся к процессу делимитации. Следующий этап. Как вы считаете, ну, понятно, предугадать, где он может быть, мы не можем, но где бы он, как вы считаете, оптимально было бы? У меня очень четкая рекомендация на этот счет. Я считаю, что самый оптимальный вариант – это продолжение делимитации, демаркации в районе села Неркинханд. Там мы имеем зеркальную ситуацию с одним из сел в районе, где делимитация была проведена. Вы знаете, что не все четыре села были полностью под контролем Армении. Полностью под контролем Армении было только одно село. Две были частично под контролем вооруженных сил Армении, а четвертая вообще не под контролем вооруженных сил Армении. Мы овладели только высотами, которые окружали это село. Вот Неркинханд – совершенно противоположная ситуация. Село само по себе под контролем Армении, но все окружающие высоты находятся под контролем Азербайджана, и большинство из них не принадлежат Азербайджану. Они были оккупированы Азербайджаном вследствие боевых действий 1922 года. Вот, опять-таки, моя рекомендация была бы в том, чтобы продолжить делимитацию в этом участке, закрепить процесс делимитации данным образом, значит, разбить аргумент того, что Азербайджан кинет, Азербайджан и квадратного сантиметра земли не вернет Армению, и так далее, и так далее. Это было бы очень мощным, очень сильным шагом в сторону мирного процесса. И в поддержку вашей рекомендации можно ли считать, что это было бы маркером для того, что да, действительно, принципы работают, и что Азербайджан не кинет Армению? Именно. Это как своеобразный маркер, может быть, эта зона делимитации в этой зоне. 21 мая секретарь совбеза Армении, армия Григоряна, отбудет с рабочим визитом в столицу Катара, Духу. Есть такая информация, где примет участие во Всемирном форуме безопасности. Что ожидать от этого форума? Какие плюсы будут для Армении? Налицо по многим фактам. Будет то армяно-индийские отношения, армяно-французские отношения, армяно-иранские отношения, закупки вооружений Армении, которые до, например, 2022 года примерно больше 90% всех вооружений мы покупали у Российской Федерации. Сейчас эта цифра меньше 10%. Все это говорит об одном, о диверсификации внешней политики, особенно в отрасли безопасности, особенно в отрасли военно-технического сотрудничества. Это чрезвычайно важный элемент во внешней политике Армении, в частности, в армяно-российских отношениях. Это урок, который правительство Армении, Армения в целом, усвоило после 20-го, 21-го, 22-го годов, что всеобъемлюще доверять России, и тут дело даже не в России, а в одной стране, скажем так, никогда нельзя, это методологическая ошибка. Яйца в одну корзину, да? Именно, именно. И сейчас мы видим обратный процесс. Такие форумы, как будет организовано Духе или тот же, например, Мюхенский формат, это площадки, где мультивекторная международная политика, она имеет место быть, где люди работают. Я очень надеюсь, что Армения в полной мере сможет использовать эту площадку и капитализировать ее, скажем так. Вот в догонку к этой информации, посол Индии в Армении заявил о возможности четырехстороннего сотрудничества Армении, Греции, Франции, Индии в сфере обороны. Он говорит, что у всех четырех стран есть хорошие отношения, теплые связи. Мы также установили стратегическое партнерство с Грецией. Перспектива? Ну, самое первое, что бы хотелось отметить, это, знаете, преображение вот тех отношений, которые сейчас связывают Армению-Францию, Армению-Грецию, Армению-Иран, в более высокого уровня, скажем так, отношений на договорной базе. То есть очень хотелось бы видеть вот стратегическое партнерство, стратегический союз со всеми тремя, или хотя бы вот с частью из этих стран, где будет это возможнее, где это будет легче. Но нужна договорная база, потому что пока что это либо политическое решение, либо политическое заявление, либо именно, знаете, персональные какие-то отношения. Это все нужно переводить уже на договорную основу, это нужно усилять однозначно и работать в этом направлении. Посмотрим на внутренние процессы в Армении. Это народное движение, то, что происходит в Армении, или попытка оппозиционных сил консолидироваться. Если консолидироваться, даже если это, в общем, независимо от того, как вы ответите, это движение или попытка консолидации, против чего? Против руководства Армении, против процесса делимитации? Сначала отвечу на первый вопрос. Кто эти люди? На мой взгляд, в руководстве процесса есть три группы людей. Первое, это группа людей, которые не разделяют моего оптимизма, скажем так, умеренного причем, насчет того, что мы достаточно близко подошли к мирному процессу, насчет того, что мы в шаге, скажем так, от подписания мирного договора. Эти люди видят ситуацию немножко по-другому, они считают, что мы в шаге, например, от военных действий. Я не согласен с этими людьми, но с их точки зрения я понимаю. Это первая группа людей, которые борются за то, чтобы активнее готовиться к войне и активнее готовиться к будущему противостанию, скажем так. Хотя я тоже считаю, что вообще к противостанию к войне готовиться всегда нужно. Это одна из составляющих мира, потому что хочешь мира, готовься к войне. Так что я, мягко говоря, не пацифист. Я тоже считаю, что заниматься армией нужно всерьез и нужно всегда. Вторая группа людей, это люди, которые, скажем так, очень радикально относятся к действующему правительству, лично к премьер-министру, не хотят слушать аргументов, не хотят слушать, значит, ничего, а хотят отставки правительства, отставки премьер-министра. Без дискуссий, без обсуждений, без аргументов, скажем так. И, наконец, я все еще говорю про руководство, а не про всех сторонников или всех последователей, скажем так, этого движения, потому что там еще сложнее картина. Третья группа людей, это, в общем-то, нескрываемые инфлюенсеры или, скажем так, агенты воздействия Российской Федерации в Армении. Эти имена известны каждому гражданину Армении, эти имена не новые. Это довольно-таки, скажем так, в скобках старая гвардия российская в Армении. И чего они хотят, по-моему, довольно-таки очевидно. Теперь о целях этого действия. Вот это очевидно, что агенты влияния в Россию. Ну, а что будут, а чего хотят агенты влияния в Россию? Они хотят влияния России в Армении. Ну, это, по-моему, очевидно. Два элемента насчет того, а про что это движение. Ну, первое, по-моему, все маски были сброшены, когда архиепископ попал на площадь республики, потребовал отставки премьер-министра ни с того, ни с сего. Потребовал бы он хотя бы в неочередных парламентских выборах. Я бы еще понял. А так, извините, а кому передавать власть? А на основании чего им передавать власть? А почему им передавать власть? Понимаете? Вот много таких вопросов, конечно, там происходит. В Армении была только одна революция. Эта революция была из-за того, что армянский народ не мог изменить правительство при помощи выборов. Армянский народ был отсужден от принятия решений и изменения правительства. Армянский народ не был сувереном в собственной стране. Сейчас такой картины нет. Пожалуйста, если кто-то хочет поменять правительство, пусть участвует в парламентских выборах и меняет правительство. Революции в Армении больше не будет до тех пор, пока в Армении честные конкурентные выборы. А такими наши выборы являются. Это не моя оценка, это оценка всех организаций и лиц, которые мониторингу подвергали последние и предпоследние выборы в Армении. Это первый элемент требования. Можно сказать, это в неком смысле последний шанс реванша предыдущей элиты, которая не в состоянии в конфликтной среде или в среде, где есть конкуренция, в конкурентной среде показать результаты. Они в несостоянии. Это люди, которые выросли, скажем так, в парниковых условиях, когда власть принадлежала им, не было никаких оппонентов и борьбы за власть, соответственно, не было. Поэтому честными методами, демократическими методами бороться за власть и быть в этом бесконечном демократическом борьбе, что ли, у них не получается. И, соответственно, есть только один метод. Это захватить власть и уже впоследствии самим организовать выборы. Это первый элемент, как я сказал. И второй элемент, это, конечно же, борьба против делимитации и демаркации. Ну, я так скажу, любой человек, осознает он это или не осознает, который борется против делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном, он работает или, скажем так, он помогает продвижению интересов Российской Федерации. Потому что, как я сказал, в Российской Федерации в нашем регионе есть только один союзник, это конфликт, а одним из главных элементов конфликтности между Арменией и Азербайджаном остается неделимитированная и недемаркированная граница. То есть, противостояние процессу демаркации, вы считаете, это элемент затягивания конфликта, не давать затуханию. Именно, и тем самым, это работа над обслуживанием интересов Российской Федерации. Хорошо. Оппозиция попыталась консолидироваться, в конце прошлой недели они вот так как-то собрались, поскольку масса очень разношерстная они все. И оказалось, сегодня я уже выяснила, что там внутри есть несогласие по поводу дальнейших шагов. Мы знаем, что два пути есть. Первый путь это импичмент. И там, где, там, коротко я сообщу, чтобы зрителю было ясно, там не хватает одного голоса. Чтобы начать процесс. Чтобы, да, поставить вопрос в повестку дня. Потому что, чтобы его закончить, там нужно так... А чтобы его довести до какого-то момента, определенного момента, там еще 18, минус 18. То есть, пока еще одного человека не хватает. И считают, вот другая часть, которая оппонирует, уже там внутри есть различия во мнениях. Считают, что это путь в никуда, это тупиковый путь. И считают, что правильнее было бы, чтобы оппозиционные депутаты, которые представлены в парламенте, они бы сложили свои мандаты. А вот они не хотят складывать свои мандаты. Ну, как я вам говорил, там в руководстве движения три разные группы. И неизбежно, что между ними образуются конфликты. Причем там акторы-то могут быть разные. Это могут быть десятки политических организаций. Но в основном это три группы акторов, про которые я вам уже сказал. Дальше что будет? Как вы считаете? Там два варианта. Либо мы увидим последующее затухание этого процесса. Он, в конечном счете, умрет. Либо будут попытки его, скажем так, сделать его более агрессивным, более радикальным. На что, я думаю, правительство и полиция должны будут реагировать соответственно. То есть, оба варианта вы считаете, в принципе, тупиковые? Вы считаете, тупиковые? И последнее. Я очень хотела бы с вами обсудить ситуацию в Грузии. И как вы считаете, что там, в общем-то, происходит? То, что происходит, все знают. Но в корне, куда идет Грузия? А это пока не ясно, куда идет Грузия. Потому что те демонстрации, то движение, которое сейчас началось в Грузии, наоборот, от Армении, оно, значит, идет в интересах грузинского государства, грузинской нации. Оно за европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии. И пока что там не ясно, кто победит. Если оппозиция сможет консолидироваться и внести политическую лепту в это движение, которое, по существу, пока что гражданское, это акции гражданского неповиновения, там нет, в общем-то, такого четкого, явного политического лидерства. Если политическая оппозиция сможет самоорганизоваться и повести за собой народ, то, я думаю, что ничего страшного в Грузии в таком случае не произойдет, и Грузия продолжит свой путь. Если этого не случится, то это, в общем-то, катастрофическое развитие для Армении. Это против наших национальных интересов, потому что это будет означать очень сильный отход Грузии от того направления, в котором она движилась в последние десятилетия. То есть, выборы в Грузии, которые состоятся, по-моему, в октябре, там, выборы, они очень значимы для Армении, так же вы считаете? Да, я считаю, что это самые значимые выборы в Грузии для Армении, скажем так. Спасибо большое. И вам спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с руководителем Центра изучения политики безопасности Ария Гамакучиняна. Беседовала Гаяна Ракелян. Всех благ. Продолжение следует...